Субтитры подогнал «Симон» 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 ...consequences for these countries, and also the diversity of opinion that exists among Americans regarding the relevant issues. Цель, которую перед собой поставил американский институт в Украине, рассмотреть ситуацию с точки зрения безопасности и рассмотреть насколько разные мнения бытуют в этих государствах. Американский институт в Украине – это нон-профит организация, которая не просит никаких инвестиций, не принимает и не настаивает на них. Недавно я присутствовал на презентации в Вашингтоне, которую организовал наш бывший премьер-министр Влад Филат, которая называлась «Создание движения в Молдове». Он описал в довольно-таки долгосрочных встречах с Обамой и с Конгрессом, и они рассматривали хорошую поддержку для Молдовы в целях европейского будущего. Исходя из понятий культуры, истории и языков, европейское будущее Молдовы является неизбежным. Более того, он обратил внимание на то, что некоторые люди считают, что соглашение об ассоциации не является очень хорошей идеей. Но в то же время он обратил внимание на тот факт, что если лучше осведомить людей на эту тему, это может решить эту ситуацию. Я не хочу критиковать себя, господина Филата, но я бы хотел просто обратить внимание на то, что подавляющее большинство людей, которые защищают проевропейские ценности, и из этой перспективы у нас в Молдове можно ощутить острое несогласие в политических видениях, касающиеся соглашения об ассоциации. И на самом деле мы видим, что это является неизбежным шагом, и все, которые не видят это в таком свете, и соглашения об ассоциации всего лишь должны осведомиться в лучшей форме. Это seems to me we have seen this movie before, and not very far away. Earlier this month, a group of German NGOs released a report which laid the main blame for Ukraine's uncontrolled turmoil on the EU's insistence on presenting Kiev with an either-or choice between the EU on the one hand and the Customs Union on the other hand. While polls of opinion varied, it was clear that the country was very much divided, and that any attempt to force one course or the other was bound to cause trouble. И, как нам кажется, мы видели ту самую ситуацию буквально недалеко отсюда, в Украине. Несколько негосударственных организаций в Германии предоставили отчеты на эту тему, где они описывали тот факт, что в Украине поляризация мнения, когда людей ставят перед выбором одного из двух вариантов, это приводит к обычным беспорядкам и к сепарации, и к расходу мнений людей. It seems to me that opinion in Moldova is also divided. We can go into the details during the discussion of how many Moldovans favor the Association Agreement, and how many are against, what their reasons are, and how well-founded those reasons are. What are the costs of the Association Agreement for Moldova, and what are the benefits? Как нам кажется, в Молдове складывается та же самая ситуация. Поляризация мнения в государстве происходит так же. И мы бы хотели провести ряд обсуждений и разговоров с гражданами, посмотреть, каковы их интересы, и каково их мнение, и о хорошем будущем, красивом будущем, связанном с соглашением об ассоциации. But there's no question, the divisions are there. Also, like in Ukraine, they are not evenly distributed according to region or language. To extrapolate from Mr. Filat, does this mean that some Moldovans are not European by history, culture, or language? And if they're not European, what are they? Based on the Ukraine example, prudence would suggest compromise, balance, and a refusal of Moldova to be forced into an either-or choice would make sense. Ironically, it was just that effort by Viktor Yanukovych that led to his downfall. Nonetheless, for the pro-association agreement point of view in Moldova, Europe, and in the United States, there is no real debate. Seemingly a definite decision has already been made collectively by Moldova to pursue a unilateral vector with the European Union, and any social and economic objections somewhat defensively are just called myths. It's not inevitable that a replay of Moldova will be accepted by Moldova. of the European scenario would occur in Moldova. Every country has its unique circumstances, and that's what we hope to discuss here today. With that, we will hear a few words from each of the other experts at the table here today, and then open up the floor for questions and general discussion. And then we will start with Mr. Redman. Thank you very much for giving me the first word, I would like to say, although the name of this event and its program and the title of the press release, the name of this event, the name of the program and the title of the press release, which has been given here, are the subject of the subject of the subject of the subject. Я бы не был таким категоричным в тех определениях, которые представлены в этих пресс-релизах, потому что они реально не соответствуют положению вещей. Прежде всего, речь идет, я не знаю, какой у нас регламент, регламент вообще, регламент какой у нас, сколько выступать можно. Пока вам не надоест. Заданность этой темы происходит из того, что уважаемый председатель обронил в своем выступлении. Что европейский путь Молдовы принят и Европой, и США, и поэтому он представляется лучшим для Молдовы. Может быть, он принят и Европой, и США, исходя из каких-то их внутренних, собственных или даже международных геополитических интересов. Но нельзя сказать, что он лучший для Молдовы, потому что он Молдовой не принят однозначно. Но никто не может подвергнуть сомнению тот факт, что молдавское общество по поводу, не по поводу европейского выбора, а по поводу соглашения об ассоциации в том виде, в котором оно представлено ему, полярно разделено. Никто этого оспаривать не может. При этом граница этого разделения находится в движении от большинства в сторону соглашения об ассоциации до большинства в сторону против соглашения об ассоциации. Тезис о том, что люди не осведомлены о его содержании, он отчасти верен. Но я бы сделал из этого вывод, что недостаточная осведомленность о содержании этого соглашения и о последствиях, которые возможны в результате этого соглашения, эта недостаточная осведомленность смещает границу сторонников соглашения об ассоциации в большую пользу. Потому что если бы они были осведомлены объективно, то мы бы имели еще меньше сторонников. Ясное дело, что программа, которую затеяли европейцы и американцы по просвещению нашего народа, она имеет определенную цель. Партия, которую я представляю, критикуя это соглашение и пытаясь в условиях относительно информационной блокады, пытаясь предоставить свои аргументы, имеет противоположную цель. Я хотел бы для начала, возражая нашему уважаемому председателю относительно того, что и тем документам, которые мы видим, тем текстам, которые мы видим здесь, что по череме категоричный противник европейского выбора, я бы хотел для начала зачитать, пользуясь возможностью, зачитать письмо, которое партия коммунистов за подписью нашего председателя вручила господину Жорзе Эммануэлю Борозу. Если вы позволите, я это сделаю. Это полторы странички. Это не секретный документ? Если я его позволяю себе читать, это мой вопрос, секретный он или нет. Он, кстати, опубликован на сайтах по череме и на некоторых других сайтах относительно наших сторонников. Уважаемый господин председатель, общественно-политическая ситуация в Республике Молдова в настоящее время характеризуется полярным разделением общества по вопросу отношения к проекту соглашения об ассоциации Республики Молдова с Европейским Союзом. По целому ряду причин, после установления в стране власти Альянса за европейскую интеграцию и его второй редакции Коалиции проевропейского управления, число сторонников европейской интеграции Республики Молдова постоянно уменьшалось и в настоящее время составляет менее половины. Именно поэтому партия коммунистов Республики Молдова и представляющая ее в парламенте Республики фракция, особенно взыскательно отнеслись к рассмотрению проекта соглашения об ассоциации. Процесс разработки проекта и подготовки его к парафированию, по нашему мнению, проходил в недопустимой обстановке скрытности. Это привело к устранению парламента как органа представительного, а также общества в целом, от процесса определения целей и пределов соглашения, выработки приоритетных направлений этого документа. В результате мы констатируем, что несмотря на объявленные в преамбуле проекта цели, документ не способствует развитию Республики Молдова и ее реальной модернизации по европейскому образцу. Наша партия и наша фракция в парламенте с сожалению отмечают неприемлемые с нашей точки зрения положения этого соглашения. Во-первых, объединение в одном документе политического и экономического соглашений делает невозможным реализацию их друг без друга и невозможным положительное влияние их друг на друга. Во-вторых, политическая часть соглашения, предусматривающая обязательства Республики Молдова следовать в русле политики Европейского Союза в областях безопасности и обороны, противоречит Конституции нашей страны, определяющей нашу страну как государство нейтральное. В-третьих, механизмы защиты интересов одной из сторон на территории другой ничем не ограничены и не учитывают суверенных прав Молдовы. В-четвертых, управление процессом реализации соглашения не предусматривает участие парламента, напротив, предполагает организацию наднациональных органов, таких как Совет Ассоциации, Комитет Ассоциации и т.п. решения которых носят обязательный характер, что также противоречит принципам суверенитета Республики Молдовы. В-пятых, соглашение о всеобъемлющей и углубленной свободной торговле, на наш взгляд, предоставляет односторонние выгоды стороне Европейского Союза и представляет угрозу слабой молдавской экономике, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе. В-шестых, проект соглашения об ассоциации не добавляет перспектив реинтеграции страны, наоборот, вносит в этот процесс и без того непростой, волнительные, мягко говоря, трудности. В-седьмых, в таком, казалось бы, всеобъемлющем проекте вовсе не рассмотрены важные и принципиальные проблемы социального характера. Мы исходим из того, что, по мнению самого Евросоюза, присоединение Республики Молдова к ЕС в виде полноправного члена в обозримом будущем не просматривается. В это же время, мы считаем жизненно необходимой модернизацию Республики Молдова на основе европейских стандартов и ценностей в их изначальном содержании. Мы рассчитываем на поддержку со стороны ЕС в такой модернизации всей политической практики Республики Молдова на основе демократии, гражданских свобод, независимой юстиции и деполитизированных органов правопорядка, свободы слова и плюрализма мнений. Мы также хотим распространения в Молдове истинно европейского уровня широко доступного образования как университетского, так и профессионально-технического. Нам жизненно важно достичь европейского уровня и результатов в здравоохранении и социальной защите. То есть во всем том, что обеспечивает высокий уровень человеческого развития. Партия коммунистов Республики Молдова именно в такой евромодернизации, а вовсе не формализованное членство в Европейском Союзе. Вряд ли кто-либо в мире считает Швейцарскую конфедерацию или Королевство Норвегия странами не евроинтегрированными из-за того, что они не являются членами Европейского Союза. Партия коммунистов Республики Молдова считает, что сотрудничество Молдовы с ЕС в целях европейской модернизации нашей страны и на этой основе европейская интеграция РМ не просто желательно, а необходимо. Однако предложенный проект соглашения этой цели не удовлетворяет. Мы настаиваем на том, что нужен иной документ, способствующий достижению заявленных целей. Поэтому нам представляется не своевременным предстоящее подписание соглашения. Этот документ не послужит ни развитию Молдовы, ни ее реинтеграции территориальной целостности, ни консолидации молдавского общества на пути европейской модернизации. Позвольте, господин председатель, в подтверждение сказанного предложить к этому письму не исчерпывающий перечень неприемлемых на наш взгляд положений проекта соглашения. Ну и так далее. Выражаю вам глубокое уважение и почтение всем руководителям возглавляемой вами Европейской комиссии. К этому письму приложено пять страниц приложения по частным вопросам соглашения, включая внедрение и сроки внедрения европейских директив в отношении сельского, в отношении экономики, европейских норм и правил по наблюдению за этими, за исполнением этих директив, and so on, and so on, как говорится. Все это опубликовано на сайте Печереме МД, в том числе и на английском языке. Эта позиция, так сказать, выраженная в концентрированном виде по отношению вообще к европейскому пути Республики Молдова и по отношению к этому соглашению в частности. Говоря о том, что положение вещей в Молдове таково, что не исключается развитие событий по украинскому сценарию, по крайней мере, от нашей партии думаю, что можно заявить, что мы не видим в Молдове существенных сил, которые бы, существенных, я имею в виду, достаточно мощных сил, которые бы ставили своей целью дестабилизацию обстановки до уровня украинского. Встречаясь с послами Евросоюза специально по этому вопросу, я участвовал в этой встрече вместе с господином Ворониным, мы эту позицию изложили, она была, в общем-то, воспринята, ну, за исключением того положения, что, как говорится, поезд набрал ход. Тем не менее, самый существенный вопрос, вернее, так, не самый, один из существенных вопросов, который мы задали. Как повлияет, по мнению послов, как повлияет заключение этого соглашения на процессы реинтеграции страны? Ответа мы не получили, за исключением, естественно, дипломатического такого, что, ну, мы считаем, что это для обоих берегов Днестра, и надо только провести обучение в Приднестрове, так же, как здесь, учат, да, рассказать, как это будет работать, и как это будет хорошо. Тем не менее, у нас есть другая аргументация. Соглашение об асимметричной торговле, которое мы имели с Европейским Союзом на протяжении многих лет, хоть и не было идеальным, и тоже имело лакон много, но, тем не менее, левым берегом и его экономикой, и его лидерами, и его бизнесом было принято как полезное. И весь левый берег, практически, кто был заинтересован в торговле внешней, работал по молдавским правилам и работал успешно, в том числе, с Европейским Союзом. Почему же соглашение в том виде, в котором оно предложено сейчас нам, категорически не воспринимается в Приднестровье и угрожает, будем так говорить, углублением территориального раздела страны? Здесь можно пытаться сослаться на некие внешние усилия, связанные с дестабилизацией, заставление Приднестровья или Гагаузии вырабатывать то или иное мнение по этому соглашению. Но, я бы не хотел вдаваться в эти подробности, потому что внешнее влияние на эту тему может быть, и мы ее наблюдаем и с другой стороны, с европейской, американской и так далее. соглашение об ассоциации в Украине, на мой взгляд, явилось лишь только поводом. Основной темой была олигархизация под руководством высших лиц государства жизни в Украине. И мы наблюдаем сегодня, на мой взгляд, могу я ошибаться, я не очень глубоко в этом дело посвящен, наблюдаем сегодня, что это война между олигархическими кланами, тем более сейчас, пока идет формирование нового правительства Украины. Проблема олигархизации в Украине не решена, и она еще будет давать о себе знать довольно долго. Значит, то, что я вам зачитал в письме господину Бороза, является аргументом против такого тезиса, который записан вот в этом документе Молдова между Брусселем и Москвой, повторения ошибок Украины под вопросом, что Печеремей явный противник соглашения об ассоциации. Этого соглашения да, конечно. Этого соглашения да. Станут ли коммунисты соблюдать условия соглашения об ассоциации и так далее? Это гадание на кофейной гуще. Международные документы такого уровня, с ними надо обращаться достаточно, будем так говорить, достаточно осторожно или достаточно внимательно. ну вы знаете, нет таких соглашений, это всего лишь бумага, нет таких соглашений, которые невозможно было бы денонсировать, нет таких соглашений, которые невозможно было бы не исполнять, нет таких соглашений, в отношении которых невозможно было инициировать переговоры по уточнению, пересмотру и так далее в целях улучшения и соблюдения интересов Республики Молдова, и ее хозяйства, и ее граждан. Я, видимо, злоупотребил вашим вниманием и несколько перебрал времени, но думаю, что все-таки Украину до беды, вот как здесь написано, соглашение об ассоциации ЕС Молдова, односторонний выбор, который Кишинев не может позволить себе сделать. Значит, не соглашение довело Украину до беды, но это оставим украинской стороне. Значит, всякие тут вопросы, связанные с субсидированием неэффективных крупных государственных фирм, вызов, так сказать, массовой безработицы и так далее. Практика общепринятая в Европе, спросите у латышей, хорватов, болгар и других. Здесь вопрос, какую фокус-группу мы будем выбирать у латышей, хорватов и болгар. Наша партия считает, что ни одна из фокус-групп не может быть проигнорирована при подписании соглашения такого уровня. Молдавская элита готова на это согласиться. Вот Молдава, Молдавская элита. Здесь написано, Молдавская элита готова на это согласиться. Вы знаете, во-первых, что считать элитой, во-вторых, мы точно представляем себе, что Молдавская власть сегодня готова на это согласиться. Потому что Молдавская власть видит в подписании этого соглашения единственное условие обеспечения себе и проводимой ею политики и себе персонально в том числе финансовой поддержки, которая, по их мнению, может помочь им удержаться у власти. Но вы же знаете хорошо, господа журналисты и господа присутствующие здесь, кто не является журналистами, сколько ни говори халва-халва, во рту слаще не будет. Общество, в конце концов, ощущает те или иные перемены, те или иные результаты политики властей на собственной шкуре, а вовсе не потому, что им пишут в газетах. Времена, как сказать, газеты «Правда», там, 70-х годов, когда битва за урожай приводила к изобилию, а магазинные полки были пусты, да, несколько смягчили отношение, категоричное отношение к печатному слову. Сегодня иная ситуация. Полки полны, а прийти к ним могут далеко не все. И это тоже чувствуется, так сказать, людям. Я вам приведу один простой пример. Если раньше на селе, готовясь к зиме, люди приобретали уголь тоннами, ну, тонна, полторы, две, в зависимости от того, какие были возможности, то сегодня люди приобретают уголь мешками всего лишь. Вот, как говорится, и вся недолга. Значит, 36 или 37 процентов молдавской пашни остаются необработанными. После 2009 года тенденция к увеличению этого клина необработанного наблюдается все явственнее и явственнее. Можно было бы согласиться, если бы эффективность остального обрабатываемого клина сильно бы росла. Но это не так. Но это не так. Вот, в общем-то, я высылал нашу позицию по этому вопросу. Мы считаем, что сотрудничество, повторюсь, потому что запоминается последнее, мы считаем, что сотрудничество с Европейским Союзом в Молдове не то, что полезно, но и необходимо, но в области трансформирования и модернизации образа нашей жизни и функционирования. Свободы, юстиция, силовые органы, образование, здравоохранение и тому подобные вещи. Свобода слова, свобода выражения мнений и прочее. Что касается экономики, то вынужден сделать такое замечание. И модернизация экономики, конечно, важна. Но экономику модернизирует бизнес. Для модернизации экономики и бизнесу нужны деньги. Европа помогает правительству. А бизнес должен на свою модернизацию заработать сам. А вот где он это может сделать? Где он это может сделать? Он может сделать там, где его товары пока еще соответствуют требованиям и покупаются. Услышав нашу критику, власти Евросоюза кое-где удвоили квоты на экспорт нашей продукции в Евросоюз, кое-где отменили их вовсе. Но мы это и послам говорили. Квоты отменяют администрации Евросоюза. А покупают товары покупатели в Голландии, Франции, Италии и так далее. Так вот, наши товары должны быть такими, чтобы их там купили, чтобы наши экспортеры могли заработать. Статистика, которая приводится в этих документах относительно того, что экспорт страны СНГ упал и так далее, и соответственно доля экспорта в ЕС увеличилась, ну они не имеют под собой, грубо говоря, никакой объективной платформы, потому что базы разные от счета. В прошлом году, в первой половине года, имея условия асимметричной торговли, то есть пошлины на ввоз в Молдову, мы продали алкогольные продукции без крепких напитков, то есть вино без уксуса, мы продали в первой половине, у меня других данных пока просто нет, на 6 миллионов евро, а купили, то есть завезли в Молдову, с пошлиными, со всеми делами, на 9 миллионов евро. Вот и все. Простенько, как говорится, и со вкусом. Спасибо, извините, что задержал ваше время. Спасибо, мистер Брейдман и мистер Бурьян. И в связи с этим, разумеется, что нельзя не брать в расчет тот элемент, который связан с тем, что наша страна разделена на две большие группы населения по своему мировоззренскому подходу к тому, следует ли нам двигаться в сторону Европы или следует двигаться в сторону Востока, в России. Хотя мне кажется, что здесь очень много утрируется, поскольку все эти социологические опросы, которые у нас проводятся в Молдавии, на мой взгляд, проводятся неверно. Возможно, что даже намеренно так проводится неверно. Почему? Потому что ставят вопрос только в такой плоскости. Вы за Евросоюз, или вы за Евразийский союз, и точка, или таможенный союз, и точка. То есть намеренно делать поляризацию общества. Хотя, насколько я знаю, потому что разговариваю с сотнями тысячами людьми, положение немножко другое. Дело в том, что население Молдавии, в принципе, хочет, чтобы Молдавия интегрировалась больше в Европу, потому что является европейской страной, а также не теряла связи из Востока и интегрировалась бы и в евразийском пространстве. Если бы эти вопросы на социологические опросы ставились бы по-другому, скажем, кто из вас за то, чтобы Молдавия имела связи и с Евросоюзом, и с Евразийским союзом? Другой вопрос, кто против того, что Молдавия имела связи и с Евразийским союзом? Потому что есть такие. Уже третий вопрос, вы за только Европейский союз? И четвертый вопрос, вы только за таможнью в Российский союз? Я уверен в том, что данные были бы совершенно другие, и возможно, что нам бы удалось уйти от этой опасности, которая сейчас висит над нами, в связи с тем, что общество все больше и больше поляризируется. И разговор о том, что якобы у нас нет таких сил, которые могут повторить события на Украине, я думаю, что они не серьезные. Потому что, если вспомнить, 6 апреля 2009 года тоже считали, что нет таких сил. А вот 7-го оказались такие силы. Поэтому, не дай Бог, нам играться вот в эти игры. Это на самом деле опасно. И опасность состоит в том, на мой взгляд, на данном этапе, что отказаться уже от подписания этого соглашения сейчас, когда оно запланировано, вот через неделю должно быть подписано, это как раз тот элемент, который может вызвать Майдан. То, что было в Киеве, когда была договоренность насчет подписания, и вдруг отказались подписывать. С другой стороны, разумеется, что у нас может быть другой Майдан, с другой стороны, сторонников евразийского сотрудничества, которые там считают, что подписание соглашения с Евросоюзом, это идет в разрез с нашим пониманием того, куда нам надо двигаться. Вместе с тем, я думаю, что Молдове, если мы подпишем это соглашение об ассоциации с Евросоюзом, необходимо усилить свое движение в сторону Евразийского Союза, вести переговоры и подготовить такой же проект ассоциации с Евразийским Союзом. То есть мы вполне можем быть ассоциированным членом Евросоюза и ассоциированным членом Евразийского Союза. Это как раз мог бы быть тем путем для нас, который бы обеспечивал выживание на данном пространстве, для того, чтобы пойти навстречу тем веянным, тем отчаянным и одной части населения страны, и другой части населения страны. С другой стороны, если посмотреть на этот вопрос, на данном этапе, к большому сожалению, намечается очень сильное противостояние между Соединенным Штатами Америки и Россией. Это две бывшие сверхдержавы на данном этапе снова сцепились, и абсолютно непонятно, чем это противостояние закончится. И в этом аспекте, мне кажется, что роль Молдовы, как это ни странно, могла бы быть положительной, потому что мы, идя по пути ассоциации с Евросоюзом и потом с Евразийским Союзом, могли бы дальше развиваться и дальше попробовать вести переговоры с НАФТО, почему бы нам не ассоциироваться с НАФТО, и там что-то продавать, с Меркосурмой в Латинской Америке и так далее, и так далее. То есть с этой точки зрения, на мой взгляд, Молдавия могла бы стать Южной Финляндии, такой маленькой, которая выполняла роль буфера между Востоком и Западом во время Холодной войны. А дальше, может быть, и получится, что это противостояние будет не вечное, что все-таки начнется, опять же, сотрудничество, и нам удастся выжить на этом пространстве. Вот это так, ну как, в общей чертах, чтобы не злоупотреблять временем. Ну и я готов отвечать на вопросы, если не будут. Спасибо. Давайте подождем с вопросами пока все спикеры не закончат разговаривать. Редактор субтитров Спасибо. Честно говоря, я когда шел на эту встречу, за этот стол, поверьте мне, будучи человеком, который имеет дипломатический опыт в Пекине, а Пекин это место, где тусуются и западный, и восток, и юг, и север, я привык всегда задавать себе первый вопрос, куда я иду, кому я иду и что происходит вокруг. Поэтому, честно говоря, мне странно, что американский институт в Украине выступает, я бы так сказал, с критикой европейских чиновников, таких как Борозу, как Мадам Эштан и как Фюли. Причем эта критика, как правильно сказал мой коллега Рейдман, она прямо в заглавии вот этих рефератов, которые у меня вот лежат передо мной и перед вами всеми. У меня создается такое впечатление, что цель этого стола и дискуссии заключается в том, чтобы сделать следующее. Пункт первый. Трудно не заметить, что насильственный экспорт фундаменталистских доктрин, будь эти доктрины левого, будь они правого толка, будь националистические, будь исламические, и, внимание, будь они даже либерально-демократические, фундаменталистские, несмотря на привычные нам ассоциации, всегда приводит к следующему. К различного рода революциям и государственным переворотам. Примеры Ливии, Ирака, Афганистана, вот сейчас Украины. Примерах таких, мать-мущая. И вот возникает первый вопрос. Значит, закономерен ли такой экспорт? Помните, когда-то обвиняли, значит, третий интернационал в экспорте революции? Вот. Создается такое впечатление, что Запад перенял у бывшего Советского Союза очень многие не самые удачные формы и подходы на мировой арене. Евросоюз все более бюрократизируется, напоминает нам бывший Советский Союз. Костоломная политика, так сказать, навязывания своих стандартов и перехвата суверенитетов делается в том же грубом и не самым удачном стиле. И вот здесь я согласен с теми заголовками и содержанием вашей организации, а именно Американского института в Украине. Здесь я с вами полностью согласен. Смотрите, что получилось. Перед выборами в Европарламент Евробюрократия из Брюсселя решила сыграть на ускорение процесса Ассоциации Украины, Молдовы и других стран. Это была предвыборная ставка. Что получили в результате? Крайние левые и крайние правые наводнили Европарламент. Что получается? Получается, что Борозу и Эштон и Фюли уходят, наворотили дел, расплачиваться за это спрашивается, будет кто? Ясно, что расплачиваться придется всем нам. Что самое страшное? Кроме той крови, которая затопила Украину, кроме всех этих вещей, инсургенции, сепаратизма, вот эти события, когда в Одессе, в Луганске везде гибнут люди, когда отошел Крым и так далее. Кроме этого, происходит другое страшное на мировой арене. оттолкнули Россию к Китаю. А что значит оттолкнули Россию к Китаю? Это означает, что мировое равновесие и тренд окончательно стал сдвигаться в другую сторону. От Атлантики в сторону Пасификаушен. В результате, что грозит сейчас? Где внимание я в обратном порядке даю, где долларизация началась, где глобализация и делегидемизация мирового порядка. Вот Молдова и попала сейчас так сказать в обороты этого проекта. И то, что наши люди подались иллюзиями и иллюзиям большая часть вот этого экспорта, вот этого, что я говорил, форсированного экспорта фундаменталистской идеологии, вот это главная беда. Спасибо за внимание. А вас я благодарю, я не знаю, вы и тихие американцы по-знаменитому, или вы на самом деле искренние люди, которые хотите, чтобы в мире было все по-другому. Ну, по-любому, я приветствую ваше начинание и благодарен вам за это. Спасибо. Сложно будет после выступающих господина Рейтмана Боршевича добавить что-то более исчерпывающее или выразительное, но я тезисно проставлю акценты, которые мне кажутся важными при обсуждении нашей сегодняшней темы. Первый момент концептуальный, если хотите, историко-политический касается самого понятия демократия и распространения его по миру, которое происходит активно в нашу эпоху. Надо понимать, что слово демократия появилось в том виде, в каком мы его сегодня используем в 17-18 веке у представителей западной политической мысли и в частности у французов и у голландцев, которые взяли свой образ жизни за модель, идеальную модель и стали продвигать ее как работающую, функционирующую для всех остальных регионов мира. В словах все правильно, а в смысле состоит большая ошибка, потому что западные европейские страны свое благосостояние основывали на многовековом использовании или эксплуатации колоний и разных регионов мира, что не присуще в частности для нашего региона и для нашей страны. Экскурс из истории я длинные делать не буду, я перейду к сегодняшним реалиям. До сих пор вызывает недоумение политика европейских чиновников по отношению представителям проевропейского вектора так называемого в Республике Молдова. Почему-то факты откровенной коррупции, скандалов, дискриминации представляются как необходимые элементы демократического процесса, а факты или действия гражданской консолидации противоречивого общественного мнения представляются как отсталые или рудиментарные проявления советского менталитета или архаичного мышления. до сих пор остается двухсмысленная позиция в первую очередь европейских чиновников по отношению к откровенным актам хищения Молдавского банка деэкономии, Молдавского аэропорта, преследования преследования прессы и так далее. На фоне Украины эти акты или такие действия удручают еще больше, потому что мы понимаем, что радикализация общества происходит в том числе из-за политики двойных стандартов. По поводу выбора одностороннего или не одностороннего достаточно много идут дискуссии у нас на этот счет. Надо понимать изначально, что Республика Молдова и жители Молдовы это европейцы вопрос выбора здесь изначально это попытка создать конфронтацию внутри Молдавского общества, а не способствовать развитию Молдавского общества. Постановка противостояния Запад и Восток для Республики Молдова сегодня это путь к разрозненности Молдавского общества, а не путь к консолидации, единению и развитию. И в качестве ремарки европейское будущее Молдовы для Молдовы неизбежно. Может быть на английском это звучит, а на русском это звучит, ассоциируется сразу с лозунгом 30-летней давности коммунизм неизбежен. Это что наказание? Ну и последнее на что бы я хотел заострить внимание очень много очень часто сейчас задается вопрос возможно ли украинский сценарий или украинские события в Республике Молдова. Молдова это не Украина. У нас нет антагонистических регионов в Молдове которые ментально серьезно отличались друг от друга. Зачастую таковыми у нас пытаются представить Приднестровье, Гагаузию, город Бельце но мне кажется это скорее плод какой-то информационной войны нежели ситуация которая действительно существует. Ничем житель Бельц не отличается от Кишинева от Страшен от Ниспорен или от Камратов. На мой взгляд нужно искать не соринку в политике восточных наших партнеров в частности России а серьезно задуматься об эффективности европейских политик и европейской риторики на территории Республики Молдова на этом я завершу спасибо я хочу остановиться на трех тезисах трех проблемах которые вытекают из общей темы преимущества и цена для Молдовы эти темы взаимосвязаны но в то же время каждая из них имеет свои особенности первое если мы говорим о соглашении самом которое будет подписано 27 июля то безусловно это не идеальный документ в нем есть очень много проблемных вопросов часть из них по договоренности с чиновниками европейского союза уже решены я не исключаю что часть еще будет решаться даже после подписания всегда могут быть какие-то дополнительные протоколы приняты это действительно это соглашение это определенный вызов для Молдовы это все равно как допустим ученика 7-8 класса принимает в очень хорошее престижное высшее учебное заведение и говори учись безусловно очень сложно легче в ПТУ учиться в профессионально техническом училище но в принципе можно и попробовать не знаю чем это закончится но во всяком случае это достаточно как бы перспективно это первое второе риски и угрозы безусловно риски и угрозы есть и они вполне реальны к рискам и угрозам я бы отнес три момента частично об этом говорилось это проблема Приднестровья которая может усугубиться после подписания этого соглашения но это проблема Гагаузии потому что мы знаем там был проведен референдум и там есть определенные настроения в том числе и такие настроения что считать подписание этого соглашения частично потерей государственности Молдовы и у них есть соответствующий документ в случае принятия вот такого рода решения Гагаузия имеет право на выход из состава Молдовы безусловно есть какие-то проблемы в Тараклийском регионе они возможно возникнут на севере произойдет ли это или нет одни говорят что нет у нас все нормально ничего не произойдет другие считают что угрозы реальны я считаю что вот эти риски и угрозы я не говорю об экономических рисках и угрозах это отдельная тема которая и коллега Рейдман очень коснулся и другие там есть но я не специалист в этой области не хочу касаться то что не очень хорошо понимаю хотя пару слов потом скажу еще на эту тему с другой точки зрения так вот эти угрозы реальны я имею ввиду такого политического характера при двух составляющих если Россия примет решение что она борется за Молдову и начнет включить весь свой пропагандистский аппарат в это дело свои СМИ и мы увидим то что происходит сегодня на российских каналах в отношении Украины фашисты в Молдове и прочее прочее борцы Народная Гаузская Республика Народная Приднестровская Республика и так далее и тому подобное Бельская Народная Республика Такой сценарий я не исключаю Безус Безусловно Россия попытается побороться сначала за всю Молдову и привести своей помощью к власти те силы которые будут выступать за против этой ассоциации за диноксацию этого документа и за вступление в таможенный союз если не получится общий сценарий тогда не исключены такие точечные удары по регионам как собственно говоря то что происходит в Украине если не подпишем соглашение тоже возможно риски и угрозы но уже с другой стороны то что произошло в Украине когда поднимутся те силы которые выступают за соглашение потому что необходимо понимать что для коммуниста Рейдмана соглашение это экономический документ и он его рассматривает с экономической точки зрения для большинства граждан Молдовы это мечта и они рассматривают это как мечту которая втягивает Молдову в европейское пространство вообще поэтому я не исключаю и выступление с той стороны если мы откажемся от подписаний то есть мы стоим сейчас на такой развилке куда бы ни пошел везде будут проблемы и надо на это смотреть абсолютно с открытыми глазами эти проблемы будут и будут очень большие и последний тезис надо понимать что 27 июля июня мы не столько подписываем соглашение о вступлении вот в эту ассоциацию об ассоциации об ассоциации с европейским союзом 27 июля мы на определенном этапе ставим точку своего выбора и в данном случае та власть которая находится в Молдове она выбирает европейский вектор потому что мы прекрасно понимаем что при всем при том что бы ни говорили что нас никогда не примут европейский союз тоже говорили что никогда нам не дадут зону безвизового режима и так далее все равно конечной целью для Молдовы будет вступление в европейский союз и я хочу закончить тут много об этом говорили такой мысли что когда Молдова выбирает европейский союз она выбирает не цены на газ она не выбирает рынки сбыта своих помидор вина и так далее она выбирает стандарты по каким стандартам она будет жить и сколько бы меня не убеждали что мы без Европы можем модернизировать Молдову этого не будет а более того если мы вступим в таможенный союз который сегодня существует с тремя авторитарными лидерами с странами которые выбрали ну явно не правовой путь развития где не торжествуют правы и так далее я не сравниваю с Молдовой я сравниваю с Европейским союзом то мы никогда не избавимся от наших родимых пятен от коррупции от той нашей системы которая существует да это некрасиво звучит но нам нужны смотрящие с Европейского союза которые должны тыкать нас в это дерьмо в котором мы живем и насильственно заставлять изменять те правила модернизировать образование модернизировать правовую систему бороться с коррупцией и так далее и как господин Рейнер сказал запоминается последнее при всех проблемах Румынии я закончу на светлой ноте что где-то тысячи чиновников Румынии уже сидит в тюрьмах потому что создана система когда наказание становится необратимым и я скажу что наши правители герои они нас ведут в Европу а себя ведут в тюрьмы спасибо самопожертвование Филат будет сидеть а так не надо победы я не упоминаю такое самопожертвование я бы тоже хотел предоставить предоставить несколько идей на вторую очередь мы хотели услышать ваши вопросы а еще как говорилось раньше там есть прохвативные напитки так что вы можете угоститься пока мы будем задавать эти вопросы пожалуйста так угощаться и не стоять в футболе я журналист я слушаю что говорят люди и многие спрашивают когда война дойдет до Молдовы кто-то может дойти когда сюда приедут пока приезжают только это первая ласточки в чем-то они всегда пролетают первым если бы такой вопрос задали на Украине наверное там бы покрутили виска сказали что сумасшедшие задают здесь люди спрашивают может ли у нас быть война и так далее люди соседние спрашивают у меня были ты журналист вы задаете вопрос экспертов нам то есть наше мнение конечно я понимаю мы не предсказатели не банги не оракулы не пороки с грамматическим правильно наше мнение да представьте мое мнение личное мое мнение моих товарищей которые я общаюсь все-таки на политическом уровне фракции партии я думаю что никого войны в Молдове не будет не будет возможно всплески отдельных беспорядков то есть какие-то может быть демонстрации которые не удержат правду существующего порядка но которые не выяснят за рамки обычного переворачивания каких-нибудь умов нету потому что мощные противники не европейского ректора а соглашения об ассоциации самые мощные противники да реально осознают что общество в Молдове разделено примерно пополам и решительные действия по ну как бы по преодолению возможного подписания невозможно они возможны только на политическом уровне невозможно и не должны быть предприятия может ли война с востока Украины дойти до границ Румынии это же от нас не зависит но для этого она должна пройти середину Украины и запас Украины правильно ну вряд ли можно я попробую ответить потому что я говорю всю жизнь куда-то ляпывался то ли поработать то ли подурить какие-то тусовки геополитические геостратегические геоэкономические я могу сказать так первое что надо делать смотри на карту вот карта обычная со спутника или какая она все произойдет давайте посмотрим Молдова сейчас имеет по левую сторону если мы смотрим в сторону Черного моря мы имеем Украину Украина Россия и Кудерина если мы смотрим теперь туда в сторону запада там Румыния Румыния она находится под влиянием непосредственным даже не Евросоюза Соединенных Штатов Америки теперь дальше Рогозин помните не мог даже вылететь спокойно в Москву хотя он пообещал на Бондоре в следующий раз летать но кроме шутки в этом ответе я ничего не усмотрел значит что получается или даже громкость так вот смотрите что получается мы в отличие от Калининграда Реднестровья это замкнутый окнат Калининград вы притащите туда 8 инструментов 12 допустим каких-нибудь сторожевых кораблей и вы берег уже контролируете Молдова кроме этого несчастного сколько там 300 метров одевлили выход на журтубеж на Дунай а дальше слева Украина и справа опять Румыния все мы закрыты Реднестровья тем более закрыты поэтому Россия здесь жестких игр не сможет вести она проиграла Россия вот если в свое время почесались и сделали единое декторальное поле Приднестровское и правое и левое бережное они бы не получили то правительство которое получили сейчас поезд ушел а бомбардировщики сейчас плохо летают горючки не хватает вот мой ответ Молдавский Украина плохо летает Украина плохо летает уважаемые я не про это я беру что проглопали ситуацию вот это с жалостью или с радостью уважаемые присутствующие уважаемые коллеги со столом здесь знаете давайте мы сами не будем подавляться пикейным жилетом а что одесса да пикейным жилетом где мы с вами мы как эксперты вы как присутствующие где мы и где двухкилометровые карты стратегические оставим что мы имеем сегодня здесь в Молдове и что в Молдове является для нас критическим или критичным людей беспокоить что может начаться война это говорят об этом литерат я понимаю что людей это беспокоит а вы люди можете успокоить сказать что войны не будет не только сумасшедшие очень это понятно но от нас что зависит от нас зависит правильное поведение только проведение которое характеризуется устремлением к своим собственным интересам а не к подаче подносов с прохладительными напитками нашим так сказать благодетелям с одной и с другой стороны совершенно верно надо осознать что мы если если мы реально реально будем устремлены к удовлетворению своих собственных интересов может быть эти интересы будут удовлетворены не быстро медленно с небольшой динамикой но все равно будут удовлетворяться это обществом будет отмечено и это будет достаточно поддержано если мы будем махать в парламенте примерно половина депутатов не будет голосовать за ратификацию мы я не знаю заедили сегодня и на вас просто на вашу правду вы говорите и как-то молдогане должны определиться подождите уважаем следом за ратификацией идут выборы их специфицировать потому что не водится я не обязательно выбор а вы для чего а вы для чего господа журналисты а вы для чего чтобы вас убивали из минометов ну вот если вы не хотите чтобы вас убивали из минометов боритесь против фальсификации выборов а не подкладывайтесь под тех кто это может я не конкретно к вам результат здесь выборов на украине как я за несколько секунд сказали что порошенко возьмет 55 он взял 54 но уже сейчас вот филак говорит что никогда кому не стремимся не вернуться они ну филак говорил что он вечно будет премьер-министром и сделаем сейчас через двадцать шесть лет будет сто лет будет жить по поводу войны по поводу чего по поводу войны специально для вас здесь в Диндайгоре 19 июня сегодня 22 года назад 18 июня известный российский предсказатель глоба когда я думаю себя что-нибудь в Диндайвере произойдет он сказал крест на пусть на пусть ничего не будет случился 92 год это просто может порыхнуть вы понимаете это просто говорит о качестве предсказаний глоба я не глоба поэтому я не предсказываю я размышляю и нам мало может не показаться потому что меньше надо говорить меньше будет вероятно ну кстати те же официальные власти Болдовы до сих пор ничего не признались хотя очевидно что в 92 году было вторжение государственных скажем так злоепонятных формирований в городе я имею ввиду Диндягорь Диндягорь постановлено все равно непорядок ну так все ну так пошли ну мы это уже разно прошли это уже анализ этому сделано анализ я думаю что военные действия возможно могут случиться и завтра и после завтра ради чего ради чего и кто вот так какое какое событие должно произойти чтобы начались военные действия что сейчас можно я только скажу два слова да да в ответ на вопрос Диндата и вашего значит по поводу войны и мира это конечно очень шпитильный вопрос разумеется шпитильный вопрос конечно никому не хочется этой войны если исходить из геостратегистской ситуации которая сейчас сложилась можно прийти к выводу что Россия невыгодно втягиваться мы замечаем как она приостановила свою декорацию и делает довольно определенные декларации что будет вести войска что ну как заинтересован в том что помочь им и так далее это действительно видно это касается и Приднестровья но не надо забывать что в юго-восточные районы Украины воюет не столько местное население как перед некоторым каналам телевизионных а в принципе самые настоящие боевики к сожалению это люди для которых война это профессия они воевали в Косово в Чечне в Приднестровье в Карабахе и везде везде они только услышали пробонуть сразу втягиваться туда и с этой точки зрения конечно не исключено что они могут появиться в Приднестровье что они могут появиться в Гагавузе и могут устроить определенные провокации для того чтобы инициировать вот нестабильность ситуации поэтому на мой взгляд задача для руководства Молдовы чтобы как можно нейтральнее относиться к тому что происходит на Украину чтобы не втягиваться в какие-то проекты в которые их постоянно втягивают между прочим что вот поддержите нас против России против того против того и так не надо этого делать необходимо ну как воздействовать довольно ну как четко в своих позициях и кроме того разумеется что необходимо ввести какой-то диалог как и с Приднестровьем так и с Гагаузией я уверен в том что население этих регионов не желает войны их просто напросто провоцировать и все не так просто потому что ситуация на Украине изменила расклад сил в Приднестровье если раньше в Приднестровье действительно там был ну какой-то я не знаю ну конколомерат русский украинец на данном этапе этого нету и мы знаем что в принципе русские в Приднестровье на третьем месте на первом месте молдаване на втором месте украинцы на третьем месте русские и поэтому сейчас положение дел в Приднестровье совершенно другое чем было там все эти там 20 с чем-то лет в Руси даже исходя из того что там побили Башкана в народном собрании побили да я так понял да то я думаю что ситуация тоже не такая простая в помещении ну в помещении важен ну какие-то депутаты народного собрания я думаю что депутаты Чернец не является депутатом народного собрания ладно я думаю что-то что-то все-то не так уж простое ну как ну как сама по себе ситуация она дает о себе знать поэтому будем надеяться что не будет но не надо сидеть просто сложа руки и ну как молиться Богу что не дай Бог войны надо и что-то делать да я говорю что надо беседовать с этим предистровье надо что-то предлагать им И этим не пугать их, потому что они напуганы. Сейчас я тоже хочу пару слов сказать. Вот Дима тоже задал вопрос, я тоже вчера подозрел на телевидение женщину. Она вышла, поблагодарила и сказала двух раз, лишь бы не было войны. Это то, что мы говорили в 60-х годах, это же... Климент Ворошилов об этом говорил всегда, лишь бы не было войны. Предпосылки. А скажите, какие предпосылки были в Крыму? Никаких предпосылок не было, пришли и взяли. А какие предпосылки были в Донецкой и Луганской областях? Никаких предпосылок. Рядом такая же Днепропетровская область и так далее, спокойно, все нормально. Создали очагное напряжение, пытались... Обратите внимание, как российское телевидение говорит. Оно не говорит на востоке, оно говорит восстание на юго-востоке. Забивается вот эта дуга, которая идет в Приднестровье. Я не знаю, остановит Россию или нет, но допустим, эта дуга дойдет до юга. Безусловно, туда включится и Приднестровье. А как дальше? В Приднестровье, а там братья-гагаузы. А там мечта создать Гагаузскую республику вместе с югом. Прорабатываются такие вопросы с югом Украины. Поэтому сегодня говорить, что да, коммунистическая партия не станет инициатором гражданской войны. В этом я уверен, пока там Воронин. Не станет. Но где гарантия, что тут один есть такой, не знаю, как его фамилия, бегает по бельтам, по фолештам, не нагрузит сто самосвалов камнями, не выведет на площадь тысячу человек. Я не назвал фамилию. И не начнет тут бучу. А где гарантия, что потом эта буча не перекинется на Гагаузию? А где гарантия, что приднестровцы не придут спасать своих братьев-гагаузов? Кто даст эти гарантии? А где гарантия, что Россия скажет, мы не вмешиваемся и так далее? Кто все здесь смотрит телевидение России? На каждом телеканале мы должны ввести наши войска в Украину. Мы должны помогать Украине вооружением. Мы должны создать беспилотную зону над Украиной и так далее. Да, Путин вроде бы дал немножко задний ход. Но когда ВВП не растет в России, когда социальные проблемы, тогда еще будет, я думаю, до 70-летия Победы проживем нормально. Потому что будет 70-летия Победы, будет о чем говорить. Кинут еще Сталинград, будет о чем говорить. А потом о чем говорить? Да, чемпионат мира по футболу, если произойдет. Поэтому то, что Дима задает вопрос, в этом есть и... Не-не, вопрос-то ты задал. Но к чему, вот все, коллеги, надо реально смотреть на ситуацию. И надо действительно коммунистам при всем несогласии... Что надо коммунистам, то они будут решать на плену МЦК. Вы, пожалуйста, о себе. Решали, о себе. Да, ладно, коммунистам, давай. Извините, let me... Хорошо, я скажу по-другому. Let me throw a couple of words in here, if I can. Let me throw a couple of words in, if I can. Thank you. Obviously, you are all local experts here, and you see the complications and the dangers of the course to which Brussels and Washington are demanding from Moldova. Естественно, вы являетесь... Люди, которые находятся здесь, являетесь экспертами в том вопросе, как именно влияет на наше государство, Брюссель и Вашингтон. Ambassador Borchewicz asked a question with some skepticism about the nature of our group and why are we pushing this discussion. Посол задал вопрос, почему именно мы здесь поддержим этот вопрос? Почему мы поднимаем этот вопрос именно здесь? It was also mentioned over here the idea that what is being sold under the association agreement is not the reality of Europe, but the idea of Europe, the fantasy of Europe. И еще было сказано то, что то, что предлагается в подписании договора Ассоциации, не является действительностью. Мы знаем то, что общая политика за последние два десятка лет была искажена одной большой гегемонией, которая называется на сегодняшний день США. Мы являемся, скажем, не прошу ангарин, все прогрессивные, что-то в Мексике сейчас не заговорил про Исфанский. Если вы не согласны с нами, то вы видите, что происходит, например, в Боснии, или мы будем спонсировать революции в Грузии и тому подобное. Наш младший коллега Евросоюз, который очень напоминает Советский Союз, только в очень бюрократическом стиле, который все еще называется E-U-S-S-R. И мы слышим этот монолитный голос, который износится из Вашингтона, который износится из Брюсселя, и очень много НГО были спонсоризированы. Одна из главных причин существования нашего института то, что обычным американцам начинается эта ситуация надоедать. Мы видим, можем видеть ту же самую ситуацию и в Европе, когда, например, Молдаване и украинцы кричат Европа, Европа, а Франция и Англия, им уже давно надоела вот эта самая Европа. Мы видели это в прошлом году, когда президент Обама сказал, что мы должны напасть на Сирию, невзирая на политический аспект, если это правые, если это центристы, если это левые позиции. И мы хотим начать дискуссии на правильные и на настоящие темы, потому что то, что мы слышим Америка, Америка, это не та самая настоящая Америка. Глобальная ситуация меняется, но в то же самое время меняется и внутренняя ситуация и в Евросоюзе, и в Америке. Тот фиктивный голос, который говорит нам, ты должен, ты должен, ты должен, который доносится из Брюсселя, на самом деле не является настоящим видением Европейского Союза. И нужно задаться вопросом, почему Америка настаивает на том, чтобы большое количество вопросов вступало в Евросоюз? То есть, как мы можем приглашать людей в клуб, в котором мы даже... Да, в котором сами не существуют. Америка как государство не столько волнует экономика, сколько волнует экономика. Это безопасность, политика и НАТО. Так это безопасность? Да, значит, это тоже раздел безопасности. ético, ну, чтобы вы, дискотор срождением русского Союза. Спасибо за употребление. Все, что касается богатств всё относится к безопасности. От безопасности. Без нибудь карты. Все, что касает богатств всё относится к безопасности. emphasizing об браине, который думал, что-то государство России принадлежат всему. разум.... разум. Так, entramblénaanya... welcome. %- illusions! Мы не поддерживаем сферу влияния всего мира, потому что мы являемся сферой влияния всего мира. Весь мир играется нашей сферой влияния. Это больше не 98-й год, это даже не 2003-й. Это не та ситуация, на которой мы на самом деле видели изначально. Сегодня ситуация совсем по-другому выглядит. Сфера влияния, влияние это термин из периода холода. Сейчас сфера рациональная идея. Которая составляет от задачи и дальше с результатами коммуникаций и скоростей бомбардировщей. Мы, конечно, не должны пренебрегать вопросом возможного обострения внутренней ситуации. Серьезных вещей, которые никто не хочет. Не нужно пренебрегать. Но мне кажется, что нагнетание именно этого вопроса сейчас, сейчас, это один из способов более, так сказать, вкладного или более быстрого или более беспроблемного подписания соглашения 27. Ну, ну, прости никакого соглашения. Готовы соноситься на то, но лишь бы не было войны. Понимаешь? Потом мы раздеремся. Переживем голодотку, переживем выезти. То есть, лишь бы не было войны. Будет там какое-то соглашение, будем жить чуть-чуть хуже, ну и лучше никогда не жить. Мне кажется, что это искусственное нагнетание. Я еще раз говорю, мы можем, конечно, и обязаны иметь в виду и сдерживать политические силы от гражданского противостояния. Но это не значит, что мы не должны ныгрять очень глубоко в содержание этого соглашения с учителей национальных интересов республики молодого и ее народа. Конечно, никто не имеет права расписываться, то есть ввести под узду людей к светлому будущему, правильно? Все политические силы сегодня обязаны доказать правильность и выгодность пути предлагаемого этой или другой политической силы. Прошли те времена, то есть светлое будущее там и мы все идем туда. Но, тем не менее, тысяча страниц документов, тысяча страниц документов, в которых, по крайней мере, на двухстах из которых существуют ссылки и отсылки. Причем есть документы, которые не включены в этот документ. А разобраться в них чрезвычайно непросто. А там, где это тебе удается, ты видишь такие дыры для Молдовы, которые угрожают разрукой ее экономики, социальной связи. Когда мои коллеги вот говорят, что, наверное, рассуждают как экономист, для меня это соглашение экономическое, это не так. Первые строки обращения к Борозу и первый наш вывод, который мы сделали, изучить документы. Слияние двух документов, политического и экономического, это категорически неправильно в одном документе. Потому что одно условие и другое. Развивающиеся экономические отношения могут влиять на развитие политических. Но когда ты находишься в тисках условий одного и того же договора политических и экономических, ничего хорошего не будет. Требование следовать в русле политики Европейского Союза в области безопасности, обороны и так далее, это плохое требование, это блоковое требование. Это превращает Евросоюз из интеграционной структуры в блоковую структуру противостояния. Это неправильно, не значит, что мы должны идти в другой блок. Но соблюдая свой нейтралитет, мы обязаны отрешиться от блоковой политики одно к другое. Вот о чем я тренирую. А если мы это сделаем, то есть не соблюдая политическую часть соглашения, то мы, грубо говоря, не получим от того, что есть в экономической части соглашения. А как нам быть? У нас есть, конечно, трупы, у нас есть суверенитеты, мнение людей. Вот в чем проблема. И когда мы говорим, что нам нужно сотрудничать с Евросоюзом, конечно нужно, но на наших границах. Здесь прямо. И там есть хорошие примеры организации внутренней жизни. политические, многополюзные, да, юридические и так далее, злоупродукты. Это нужно пересматривать. Здесь нам нужно сотрудничать с Евросоюзом. А когда мы говорим, что мы должны принимать участие еще и в военных агрессиях, Евросоюзом, то есть не эффективно. А почитайте соглашение, кто даст себе труд его почитать. И вы это увидите. Вот почему мы возражаем против его подписания. Это выходит за пределы компетенции правительства. Это и так. Предательство национальных интересов и нарушение прессов. Это на самом деле. Кто-то предложил референдум по этому поводу. Кто-то предложил референдум по этому поводу. Что случилось, если они предложили референдум? Они не говорят, что в вхождении в СМГ и зоны свободы, это вызвано никаких референдумов не проводить. Аргументы. Да. Ну и что? Ну и что? Ну и что? Когда человек в первый раз женится, он тоже до этого не женится. У нас здесь в СМГ и хорошо имеете еще одну свободную торговлю съездку. У меня есть резон. У меня, уважаемые господа журналисты. Вот здесь я уже как экономист так не бывает. Бываете часто. Одну минуту. Да бросьте вы. Изучайте мировой опыт. Давайте будем друг другу уважительно. Да бросьте вы. Я вам могу на ваши геостратегические объяснения сказать. Бросьте вы. Так не бывает. Зоны свободной торговли, если возникает, еще одна зона свободной торговли, то и одна, и другая, начинаются переговоры и их сближения. А то этого начинается уведомление об изъятиях. Из зоны свободной торговли. Это, это, это и это. Я не сказал, что так не бывает вообще. Но они не могут функционировать без согласования между собой. Вот о чем мы говорим. Ясно вопрос? Окей. Господин Бурян. Я знаю, что это как не хуже вас. Спасибо. Я не знаю, что вы знаете, вы выяснили так, как вы сказали. Но я вижу, что вы знаете. Я знаю. Вы сказали, что невозможно ринансировать соглашение. Я так не сказал. Любое соглашение может ринансировать. Я бы сказал, что с соглашениями подобного уровня надо быть аккуратным. Надо быть аккуратным. Если мы являемся, мы управляем курс, да? Должны, как по крайней мере, граждане, да? То есть порядок динансирования этого соглашения, говорим о самом соглашении. Он сложный. Он сложный. Он сложный. Он сложный. Он сложный. Шесть месяцев. То-сё. Это очень долго. И жить в таких условиях. Но тем не менее. И я говорил не об этом. И вопрос вообще не в том, динансировать его или не динансировать. Я говорю о том, что с любым соглашением можно обращаться по-разному. Например. Эти поправки, да, возможно. Ну вот, европейские человеки сказали, что они удваивают квоты или там снимают их вообще с чего-то. Эти поправки относятся к тому, да? Что является, как будто бы просто проспали наши чиновники, да? Просто проспали. Ну, и вот и там сократить срок, на который, при этом положим, становится требование о продаже здесь лекарств только оригинальных, без женериков и так далее, о чем вообще сократить доступ населения лекарств. Большие проблемы, это много. Все это может быть там вычищается. Пускать для защиты ингредиентов одной из сторон на свою территорию могут применять любые меры. Любые из проблемных мер. Почему бы нам не поучаствовать в системе европейской безопасности? Мы европейская страна. Мы не можем. Как все станции европейского союза. Как все. Там написано в русле курса безопасности европейского союза. Почему нам не присоединиться? Надо присоединиться. Участвовать в коллективных вопросах безопасности в Европе. Это надо делать. Но не путем таких обязательств, которые мы берем на себя. Безапелляционных. Как что европейский союз скажет, то мы делаем. Идет смешивание двух концептов. Один это демократический концепт, который здесь, когда у нас есть возможность из демократической перспективы выбрать. И та демократическая перспектива, та концепция, которая продвигается в Брусселе и в Вашингтоне, это демократический централизм, который на самом деле не одно и то же. Конечно, не одно и то же. Я вам скажу, из всех способов принятия решений в Совете Ассоциации, в Комитете по Ассоциации, в Пяти Комитетах по Торговле и множество посткомитетов, Европейский союз в нем участвует единым лицом. Он участвует с 8-ми членами. Молдова участвует, естественно, одни члены. И из всех, там есть только всего несколько, very few, вопросов, которые решает он сенсусно. Остальные решают все большинство. И эти решения являются обязательными на территории Республики Молдова. 28 против одного, кто сомневается, какие будут приниматься решения. Где суверенитет, где представительный орган парламента и так далее, и так далее, и так далее. Вот нас. Я уже сказал в понедельник, в пятницу, он уже сказал о том, что мы не собираем партнера в курсе развития, мы не можем быть нейтральными. И поэтому выбираем... Поэтому мы не соблюдаем к институции. Гарантируют наш суверенитет независимость от территорий. Эффективно гарантируют наш суверенитет. Дело в том, что в этом соглашении нет гарантии нашему суверенитету. Нет ни слова слова. В 1992 году было соглашение, кто называл Берлин Плюс. Где Евросоюз доверил все вопросы безопасности НАТО. И это наша как гарантирует безопасность, как в Юрославе. В Юрославе, оказывается, была угроза для Евросоюза, раз НАТО обеспечил ее... Сейчас бывает. И мы все знаем, что здесьants... О том, что... У нашего государства ещё. Наш Конституционный суд решил, что регорация независимости выше Конституции. Регорация независимости сказана, что Corpênt is частью румынского общего пространства. Румынское пространство уже в НАТО. Поэтому Конституционный суд легко объяснит, почему он уже комменто. Нет. Объяснение не Конституционный. Сами по себе объяснение не Конституцион dem, потому что они противодействуют Речь о Конституции. Это не их компетенция. Сама по себе проблема. Не можно взять и толковать документ, который был принят до Конституции. Продолжение следует. 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 Это мое мнение. Другие мнения, господин Андреевский. Возможны демонстрации протеста. Не тяжелые. Мирные. Мы с перевернутыми автомобилями. Но и не с перевернутыми автомобилями. Это успокаивает. Ну конечно, владельцы автомобилей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok